Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины и это мой блог о жизни, туризме и эмиграции в Аргентину и не только. И сегодня я хотела бы с вами поднять такую тему, очень важную абсолютно для каждого эмигранта, это как сделать чужую страну своим домом и не говорить вот этого слова чужая. А уж если вы приехали в новую страну, так и говорить у нас в Испании или у меня в Аргентине или в моей Патагонии и так далее. В зависимости от того, какую страну, какое место вы выбрали для себя в качестве своего нового дома. И при этом не важно навсегда вы сюда приехали или на какое-то время, но вы приехали жить, вы приехали в эмиграцию. И как вот избавиться от этого чувства эмигранта. Иногда на форумах русскоговорящих в различных странах можно услышать фразы подобные «Мы здесь себя чувствуем вторым сортом», «Мы здесь понаехавшие», «Мы здесь никто звать нас никак» и так далее. Ну вот честно, мне как человеку, прошедшему уже не одну эмиграцию, ну это какая-то дикость читать подобные комментарии. Как это вы здесь второй сорт? Как это вы здесь никому не нужны? Во-первых, вы нужны самому себе. Вы сюда приехали, значит, вы выбрали по каким-то критериям эту страну своим домом. А вот сделаете ли вы ее в дальнейшем именно своим домом или нет, зависит только от вас. Да, очень важно окружение. Те, кто вас окружает, с кем вы общаетесь, это, ну, наверное, один из главных критериев, на которые нужно обращать внимание в эмиграции. И здесь самое главное не спуститься по этому уровню своего общения вниз от того, которое у вас было ранее. Наоборот, ваша эмиграция – это ваша новая жизнь, которую вы можете начать с нуля, которую вы можете начать с чистого листа. Ну вот и пишите ее такой, которую вы себе ранее подразумевали. Вы и круг общения свой можете сделать намного интереснее, чем он у вас был ранее. Вы можете выбрать себе любой новый район для проживания. Ведь в любой стране очень важно район, в котором вы живете. Это ваши соседи, это ваше окружение, этот уровень именно в данном районе, в котором вы живете, который будет изо дня в день, час за часом, минута за минутой влиять на вас. И поэтому учитывать все вот эти вот мелочи очень важно именно для того, чтобы чувствовать себя как дома. И вот в этом видео я хочу с вами разобрать некоторые из этих вопросов, которые помогут вам легче. Тут даже неправильно сказать адаптироваться. Кстати, по поводу адаптации в новой стране у меня уже было видео. Заходите в мои плейлисты, смотрите. И там я разбираю эти вопросы. А сегодня я все-таки хочу поговорить о чувстве дома. Потому что мы, люди, отличаемся от животных и других существ тем, что мы должны жить в доме. И дом это то место, которое нам создает комфорт. Да не только мы люди. Есть много животных, которым тоже это нужно. Почитайте, кстати, про сменогов. Интереснейшие сведения это животные, которые у себя дома наводят порядок, которые подметают у себя дома и так далее. А уж мы, люди более высокие в эволюционном развитии существа, тем более должны создавать вот этот свой дом в любом месте, где бы мы ни жили. Итак, давайте поступенчато. Первое. Это понять, что вы теперь здесь. Вы уже не там. Вы приехали в свою новую страну. Значит, все. Это ваш дом. Расправляйте свои крылья и начинайте заботиться и о себе любимом, и о своем доме, о своем местечке, в котором вы живете. Даже если вы снимаете где-то комнату, даже ее можно оборудовать по-новому. В зависимости от той страны, где вы живете. Я живу в Аргентине. Поэтому у меня здесь, опаньки, картинка с кактусами. Я их полюбила здесь, в Аргентине. И поэтому, когда я гуляла по ярмарке местных народных умельцев, я ее издалека выхватила глазами. Вот с любовью с на нее прохожу, и потом понимаю, Лена, куда ты идешь? Быстренько вернулась и купила. Тебе же так нравятся в Аргентине. Именно в Аргентине кактусы. Я не уверена, что если бы до сих пор я жила в России, то мне эта тема была бы вообще интересна и актуальна. Но я живу в Аргентине. Это страна, где огромнейший регион, целых три огромных провинции. Токуман, Сальто, Хухуй. Это провинции, в которых произрастают гигантские кактусы. И куда я вожу своих любимых туристов всегда с удовольствием. И я там в них любилась. И вот теперь они со мной. И в виде произведения искусств, и в виде цветов. Ну, например, вот такие маленькие. Вот такие у меня есть кактусы. Кстати, здесь с Фридой Калой у меня. Вот сзади тоже. Это же тоже кактус. И еще есть другие впереди на полочке. Вот они мне нравятся, поэтому я их здесь развожу. То есть вот она у вас. Главное в этот кактус не влезть. Вот она у вас новая жизнь, которую вы можете создавать по-новому, с чистого листа, так как вы ее задумали. Вы ведь не зря задумывали этот переезд. Вы же хотели что-то поменять в этой жизни. Вот начинайте менять. Не начали с первого дня эмиграции? Досмотрите это видео и начинайте. Второе очень важно, это правильно выбрать свой район для жизни. А в зависимости от района, где вы выбираете свою жизнь, это то, что вас будет окружать изо дня в день. Если вы, например, как я, человек, который очень любит природу. По большому счету я в центре городов практически не жила. Очень мало. Я всегда жила на окраине. Мне всегда очень важно из окна видеть природу. Мне очень важно гулять на этой природе, дышать свежим воздухом. Поэтому и район для жизни я себе выбирала, исходя из этих потребностей. Если бы я жила в каком-нибудь районе, типа каменный мешок, я бы там, наверное, уже удушилась бы и сбежала вообще из Аргентины. Ну или бы вышла погулять через окно, неизвестно с какого этажа. Потому что все мы люди, все мы человек, и у каждого своя потребность. А есть люди, которым наоборот не нравится открытые горизонты из окна видеть постоянно. Не, ну зелень, наверное, всем нравится видеть. А вот чирикающих постоянно попугаев на них нет. Я помню, моё вот последнее жильё было в Испании. У меня на соседнем доме постоянно по утрам орали чайки. Причём, когда я только переехала в эту новую квартиру, я утром просыпаюсь. Боже, какое это великолепие просыпаться от этих перекличек чайок. Уже через неделю я, боже, эти петухи когда-нибудь заткнутся или нет. И вот эти свои потребности нужно учитывать. То есть я человек, которому очень важна тишина. А вот, например, подруга у меня здесь есть в Аргентине, она уснуть не сможет, не сможет заснуть в полной тишине. И вот живёт она в центре, в Палермо, и там весь движняк, включая ночью, и за окном ночью этот движняк, ей там нравится. Это её. И она знает, что вот в таком бы районе, как у меня, она не смогла бы жить. Мы все абсолютно разные, да, и у каждого свои потребности. И вот когда вы переезжаете в новое место жительства, вы вот эти свои потребности, пожалуйста, учитывайте. И не нужно на форумах спрашивать, когда пишут, а подскажите в район, в котором лучше жить. А кто же за вас решит, где лично вам лучше жить? Это знаете только вы и только вам решают. Или, например, опять же, вот в Испании я жила на севере Испании, потому что там очень частые дожди, там пасмурно, там нет жары, и мне это нравилось. А есть люди, которые бежали оттуда, роняя тапки в более тёплые, в более солнечные районы, потому что им необходимо солнце. Опять же, все мы разные, у нас у всех разная потребность. И здесь не может быть каких-либо готовых рецептов. Поэтому вы сами себя знаете лучше, и поэтому именно по своим ощущениям, по своим потребностям выбирайте тот район, в котором вам будет очень комфортно, где для вас сложится всё, что вам нужно. Например, вам важно, чтобы какая-то кафешечка была напротив вашего дома. Да, вот у моего сына, например, он не любит дома много готовить. Он часто ест вне дома, поэтому для него очень важно, чтобы спустился, и тут же возле дома была кафешечка, где он завтракает. И там какой-то шаговой доступности ресторана, где можно было бы пообедать и поужинать. А есть люди, которые только дома готовят, и им вот это вот наличие поблизости какого-то общепита, оно вообще не приснилось. Так вот, переезжай на новое место и создайте вот эту свою среду обитания, которая вам будет приятна. Это начало вашей новой жизни с чистого листа, и пишите эту свою новую жизнь. Вы ведь за ней приехали на чистом белом листе именно так, как вы хотите, какой вы её хотите видеть. Вот такой вы её сами и создавайте своими руками. И вот когда вы её сами создаёте, вот тут и начинает проявляться вот это самое чувство дома, в том месте, куда вы переехали. Третье — это научитесь получать кайф от самых маленьких деталей. Развивайте свою наблюдательность. Будьте открыты вот этому миру, и тогда вам всё будет по кайфу. Тогда вы будете понимать, да, это то, что я искала. Да, вот я каждое утро просыпаюсь, я сразу, первое, что я делаю, это я открываю занавески и смотрю в окно. Вот эту квартиру я когда выбирала, главным фактором было, это вот мои две пальмы за окном, которые я просто обожаю. И утро у меня начинается с того, что я смотрю на эти пальмы, смотрю на птичек, которые там внутри в ветвях живут. У них там свой домик, ну, соответственно, и у меня здесь свой домик. И у каждого это может быть своё. Бывают люди просто вот выходят на улицу, да, там в парке, садятся на скамеечку, наблюдают за проходящими. Кстати, очень классная практика, да. И смотрите местные жители, которые проходят, и пытайтесь дать им свою характеристику. Но вы начнёте понимать, может быть, немножко больше, да, этот город, или там, если в деревне поселились, эту деревню, её местных жителей, почему они такие, чем они живут. Ведь каждый человек, даже в многомиллионном городе, это частичка этого города, это частичка ДНК этого города. И вот попробуйте понять ДНК этого города, и вы поймёте, как это по кайфу. Ну, следующий, четвёртый пункт, который, кстати, не все принимают во внимание, а очень важно. Это заведите любимую кафешечку рядом с домом, где вы будете выполнять свои какие-то утренние ритуалы. Не обязательно каждый день. А вот придумайте для себя этот ритуал, например, там, каждый вторник, там, не знаю, четверг, субботу, я завтракаю в этой кафешечке. Даже не обязательно завтракать, зайдите просто попить кофе, да, если у вас нет средств постоянно завтракать вне дома. Но уж выпить чашечку кофе или там какао, или чая, кто что любит, в любимой кафешке, это вам будет давать всегда огромный плюс. И самое главное, познакомьтесь с персоналом в этой кафешке, чтобы когда вы в неё заходите, вам говорили, «Доброе утро, сеньора Елена!» «Доброе утро, сеньор Хуан Иван!» И это вот единение, да, с тем местом, где вы живёте, это тоже очень важный фактор. Я, кстати, в первый же день, когда переехала вот сюда, в эту квартиру, да, я пошла, познакомилась с хозяйкой кафе, которая у меня напротив дома, и с хозяином овощной лавки, которая у меня тоже вот рядом с домом, в соседнем доме, на первом этаже овощная лавочка. Вот первый день я переехала, как раз пока ждала кровать, мне привез вот ещё даже вот, да, то есть не переночевав здесь, я пошла, познакомилась, представилась, и, естественно, каждый раз, когда я просто даже прохожу мимо этой лавки, я слышу каждое утро, «Доброе утро, моя королева!» Мелочь, а приятно. Всё почему? Потому что вы сами открыты этому миру. Ну, а когда вы открыты миру, то, естественно, и мир открыт вам, это же всё в этом мире взаимно. Пятый пункт, чтобы в любом месте чувствовать себя как дома, занимайтесь этим домом. Мне, кстати, нравится вот эта концепция аренды квартиры пустой, потому что, когда вы заезжаете в дом, который полностью мебелирован, всё, конечно, это комфортно. Это вас огораживает от стресса, да, адаптации, покупки там мебели и так далее. Но, с другой стороны, и начинаете всё в него покупать, вы покупаете это именно то, что нравится вам, да, с какой-то определённой любовью. Любимые тарелочки, любимые кружки, с которых вы будете пить чай по утрам, там, или какао перед сном, кто там что любит. Графин для воды завели любимую. Вы купили кровать, которая вам нравится. Вы всё сделали своими руками. Вы подобрали там этот ковёр, диван и так далее. Вот эти все мелочи, когда вы сами наполняете, вы ведь наполняете это тоже по каким-то своим эстетическим предпочтениям. А ещё, когда это всё вами куплено, оно по-другому воспринимается. Если у вас полностью квартира обставлена, то обязательно добавьте какие-то детали, декорируйте свой дом, да. Вот смотрите, у меня там вот мои тропики, джунгли я развожу. Это недорого. Купить цветы, украсить цветами, придав этому дому какую-то живую нотку, это пойдёт вам только на пользу. Покупайте какие-то декоративные мелочи. Кстати, о цветах. Вот вчера, буквально вчера купила два новых цветочка себе. Вот тоже вам решила показать. Вот такой цветок, он стоит где-то 4 доллара, по-моему, мне вышло, если пересчитывать. Не знаю, там не особо в уме хорошо считаю. Ну, порядка 4 долларов. Вот я за два новых цветочка заплатила 8 долларов. Но они мне так нравятся. Они такие красивые. Они мне чем-то напоминают они-то не глазки, которые я в Краснодаре разводила, просто в неимоверном количестве. И тоже создают у меня такое чувство дома. Различные безделушки, свечи, это всё помогает вам создавать чувство дома. Белая скатерть на столе, красиво сервированный завтрак, обед или ужин, когда вы дома едите. Это тоже всё очень важно. Да, вспоминайте какие-то свои триггеры из детства. Что такого в детстве у вас было в вашем доме? За что вы его любили? Понятно, что не стоит там, да, бабушке на какие-то цветастые скатерти ложить на стол. Сделайте это в современном стиле, то, как вам нравится, но возьмите именно сам вот этот элемент, саму идею того, что у вас когда-то было в детстве, то, что вам нравится. Потому что нравилось. Потому что все мы из детства, из этого никуда не денешься. Здесь, кстати, в Аргентине, я уже говорила, я начала вязать. И связала себе вот такой вот коврик возле дивана. И он мне так нравится. И он опять же возвращает меня в мое детство. Или вот, например, привезла я вот такие вот фигнюшечки из моего очередного путешествия. Я их так люблю. И это недорого. Но это меняет ваши ощущения в том доме, где вы живете. Это очень важно. Попробуйте. Начните хотя бы с одного или с двух цветочков. Любите их. Поливайте. Заботьтесь о них. И вы увидите, как будет меняться ваше настроение. Вы начнете заботиться о доме, а дом начнет заботиться о вас. Следующий шестой пункт. Очень важный. Это не только внутренность дома, а и то, что вокруг вашего дома. Поэтому найдите любимый парк. А лучше два. Разработайте для себя прогулки. Для того, чтобы гулять. И желательно это должен быть не один маршрут, а несколько маршрутов для разнообразия. И научитесь тоже от этих прогулок получать кайф. А чтобы получать этот кайф, во время прогулки нужно замечать мелочи. Для этого, кстати, очень полезно ходить с камерой. Ну, хотя бы с камерой в телефоне. Не обязательно профессиональную камеру. И искать что-то интересное, что вы можете зафотографировать. И тогда вы сами поймете, что ваш глаз станет более цепким. Вы начнете замечать различные мелочи. Это тоже вам поможет влюбляться в то место, где вы живете. А это очень важно. Седьмой пункт. Подсматривайте за местными. Перенимайте их привычки, которые помогут вам улучшить ваше качество жизни. Ведь мы переезжаем в новую страну для того, чтобы начать новую жизнь. Мы приехали сюда зачем-то, а не просто так поменять место жительства. И со всеми своими пряниками и самоварами просто меняем свою географическую точку на карте. Нет. Мы в новую страну зачем-то приезжаем. Вот подумайте, зачем именно приехали вы? Мне очень нравится познавать культуру разных стран, и поэтому я перенимаю всегда привычки у местных. Вот такой я местный аргентинский ковбой сегодня. Восьмой пункт. Заведите друзей. Неважно, это будут друзья, которые с вами говорят на родном языке, или это будут местные жители. Пока вы еще не знаете, они выучили язык, если вы приехали в новую страну без знания языка. Заведите друзей и среди русскоговорящих, потому что всегда необходимы люди, с кем хочется поговорить, с кем хочется поделиться своими мыслями, своими планами, или, возможно, своими проблемами, чтобы услышать, возможно, подсказку для ее решения, или в трудную минуту, кто сможет вам помочь, потому что совсем жить в полной изоляции, в полном вакууме, это очень сложно. Другой вопрос. Если вы и на родине жили в полном вакууме, и вас в этой ситуации полностью все удовлетворяло, да, есть такие люди, и тогда нормально, тогда этот совет не для вас. Но очень многие жалуются, что во взрослом, что взрослым очень сложно завести друзей, да, вот типа мы жили на родине, и у нас там в основном были друзья, это друзья с детства, с кем вместе в школу ходили, или с кем вместе в университетах учились, и людям необходимо это общение. Ну пойдите здесь, учитесь на каких-то курсах, или в университет поступите, и вот они ваши будут студенческие друзья. Но также можно друзей завести и в своем окружении. Вот ходите вы куда-то в кафе завтракать постоянно, ведь там наверняка будут люди, которые тоже именно в это кафе ходят постоянно завтракать, да. Сначала вы начинаете здороваться, потом, возможно, обмениваться с какими-то новостями, а там смотришь, и дружба завязалась, если вам приятно с этим человеком общаться. Если же мы говорим об Аргентине, то здесь настолько общительный народ, что не обзавестись друзьями среди местных, если вы уже умеете хотя бы немножко говорить, мне кажется, это просто невозможно. Аргентинцы, они очень дружелюбны, они очень общительны, пользуйтесь этим и находите тех интересных людей, с кем вам будет интересно вместе проводить время, вместе выходить на какие-то прогулки, на променады, возможно, даже путешествовать по стране и так далее. Все зависит от того, какие у вас потребности. Пойдите в спортзал, пойдите в какие-то кружки, даже какие-то короткие курсы, нравится вам рисовать, но пойдите вы в эти кружки рисования. Это стоит копейки, это все стоит. Каждый мигрант, который нашел деньги на переезд и на аренду квартиры, уж найдет там несколько, не знаю, 5-10 долларов в месяц, чтобы заплатить за какие-нибудь курсы, которые удовлетворяют его какие-то внутренние потребности. Кто что? Кто-то боксом ходит заниматься, и он найдет там своих единомышленников, неважно на каком языке они говорят. Кому-то нравится танцевать сальсу, идите на курсы, танцуйте сальсу и найдите таких же людей, которым это нравится. Ходите на городские экскурсии, найдете тех друзей, которым нравится познавать новое, кому-то там архитектуру и так далее. У каждого свои интересы. Нравится вам, например, на велосипеде кататься, поищите, вы найдете группы в WhatsApp, где люди собираются вместе для того, чтобы на выходные куда-то выехать, я имею в виду среди местных. Ну, русскоговорящие тоже есть, которые собираются. Вот здесь у нас в группах в Буэнос-Айресе, которые выезжают на эти велосипедные прогулки или на каяках катаются и так далее. Ну, мне кажется, абсолютно в любом месте всегда можно найти друзей по интересам. Но для этого самому этот интерес найти друзей нужно иметь. Девятый очень важный пункт – это научите любоваться тем местом, где вы живете. Научите любоваться улицами, научите любоваться архитектурой, из которой состоит этот город. Или если вы живете в деревне, научите любоваться той природой, которая окружает эту деревню и ее окрестности в том числе. То есть, если вы выбираете жизнь деревни, то наверняка из-за природы. И эта природа – это не только сама деревня, это ваши огороды, не знаю, что там еще, по какому принципу вы выбирали то или иное место жительства, но наверняка любую деревню будет окружать какая-то еще природа. Это или горы могут быть, или побережья моря, океана, или лес, так далее. То есть, вы же выбрали это место за что-либо. Так вот, поддерживайте в себе этот интерес к тому месту, которое вы выбрали в качестве своего нового дома. А свой новый дом можно любить только тогда, когда вы его хорошо знаете, а самое главное – любите. Вот научитесь его любить. И тут тоже хочется сказать, что полюбите и звучание языка, на котором говорят в этой стране. Кстати, у меня при переезде в Аргентину первое время было какое-то сопротивление. Но я же привыкла к классическому испанскому, они тут как-то непонятно говорят. А сейчас, когда прошло много времени, я понимаю, что аргентинский язык мне нравится больше. Я, кстати, помню, что мне под самыми первыми моими видео о моём переезде в Аргентину, люди писали, что очень любят аргентинский язык, он намного красивее, чем классический испанский. Я думаю, боже мой, что ж тут красивее-то? Они же там это не выговаривают, они так не произносят. Тут какие-то непонятные мне слова говорят. А потом, когда я поняла, что на самом деле аргентинский язык, он более обширный, да, я уже много раз об этом говоря, аргентинцы употребляют более широкий словарный запас, за что я очень люблю. Кстати, обсуждала этот вопрос с моим сыном, он мне то же самое подтвердил, уж насколько сын у меня хорошо, намного лучше меня владеет испанским языком, у него более высокий уровень, и вот он даже для гражданства сдавал экзамен, он сдавал экзамен С1, а С1 это всё-таки уже практически натива, да, даже специалисты говорят, что не каждый натива говорит на полноценном уровне, уровне С1. И во многом пополнить свои знания испанского языка ему вот дали вот эти три месяца, которые год назад он здесь был со мной, и плюс общение с аргентинцами, которое у него продолжается по сегодняшний день. Так что язык — это же вообще такой инструмент коммуникации, который вам очень многое даёт. Я даже когда ещё жила в России, начала изучать испанский язык, для меня очень многое было интересно. А почему вот такого слова у них нет, а вот так вот они говорят? Ведь это такой культурный кодекс, да, нации, культурная ДНК. И вот этот ДНК нужно полюбить. Соответственно, нужно полюбить язык. А чтобы его полюбить, его просто-напросто нужно выучить всё. Здесь нет никаких особых секретов. Вы переехали в новую страну, учите язык этой страны, полюбите его. А когда вы его полюбите, это значит, вы полюбили ДНК этой нации. Значит, вы её полюбили, эту нацию, в которой вы теперь живёте. И это ваше как бы соприкосновение, да, с этой культурой. Ваше, даже правильнее сказать, проникновение в эту культуру. И вот оно вам, чувство дома. Потому что вы среди тех, кого вы понимаете. И вы сами становитесь таким же, как они. Если вы, правда, правильно выбрали район для своего места жительства. Хотя и среди мигрантов есть маргиналы. Если вы выбираете маргинальный для себя район, и он вам нравится, ну, флаг вам в руки. Это ваше ДНК. Вам это нравится. А самое главное, чтобы вам нравилось. Я знаю таких людей, которым нравится жить в трущобах. Они там себя комфортно чувствуют. Ну, мы все разные. У каждого свои потребности в этой жизни. И в этом нет абсолютно ничего предосудительного. Ну, и последнее, о чем хотелось бы мне сказать, это путешествуйте по стране, в которую вы приехали жить. Потому что, чтобы понять эту страну, недостаточно только вот одного места, в котором вы находитесь. Потому что у вас об этой стране будут какие-то очень такие однобокое, одностороннее представления. Особенно вот если вы сразу приехали, там замуж вышли, и вы живете в семье, и у вас весь круг общения только эта семья. И всю информацию о стране вы получаете только из этой страны, из этого источника, да, источника своей семьи, у которого тоже может быть только свой, да, у них свой взгляд на эту страну. У них свои какие-то политические взгляды. У них свои взгляды на какие-то вопросы, там, экономики, политики и так далее, быта, устройства в этой стране. И вы только их впитаете. И это не есть страна. Это есть только мировоззрение вот той семьи, с которой вы живете, да, или там того одного единственного друга, с которым вы зафрендились, с которым вы проводите время. И это ваше знание только о том районе, в котором вы живете. Почему я об этом говорю? Потому что я это вижу постоянно на форумах русских, которые в любой стране, в Испании, в Италии, в Аргентине. Я тут 20 лет прожил, и я все знаю. И когда ты его читаешь, ты понимаешь, что он знает только все в радиусе своего барю, в радиусе своего квартала. Все, что творится за пределами квартала, этих людей может даже раздражать. Раздражает обычно от того, что они не понимают. И вот чтобы не превращаться в этого однобокого, человека с однобоким взглядом, нужно путешествовать. Я тоже, кстати, у меня... Ну вот когда я в Испанию приехала, у меня там сразу любовь была с первого взгляда. Даже, наверное, неправильно сказать. Потому что я, когда ехала в Испанию жить, на север Испании, я уже знала, куда я еду. Потому что я ранее там путешествовала. Мне там очень понравилось. И даже во время вот этого путешествия до эмиграции я там впоймала вайп чувства дома. И этому во многом способствовала природа, которая меня там окружала. Она была такая же, как Пиренеи и Кавказ. Они между собой имеют очень много общего. Начиная от геологической истории, кончая растениями, климатом и так далее. Хотя, конечно, и разница эта была огромнейшая. Вот этот вайп дома я впоймала ещё во время предварительного путешествия. И на север Испании я переезжала осознанно. Я знала, за что я её там буду любить. И, в принципе, оттуда у меня исходила любовь на всю Испанию. То есть и мне с первых дней там было комфортно. У меня было, возможно, сказать прям уж чувство дома у меня развилось там с первых дней. Всё-таки это неправильно. Чувство дома у меня там развилось именно когда я начала ухаживать за тем домом, в котором я живу. Я его начала обустраивать там под свой вкус. Перекрашивать стены, покупать мебель и так далее. Всё то, о чём я вам ранее говорила. Это несмотря на то, что мне очень с первых дней нравилось жить в Испании. В Испанию я переезжала осознанно. Не то, что в Испанию осознанно. В регион Испании я переезжала осознанно. Я знала, что я хочу жить здесь именно на севере Испании и ни в каком другом уголке этой страны. В Аргентину же я переезжала более глобально. Я об этом говорила в первом своём видео об Аргентине, что я переезжала на этот континент. Я не переезжала конкретно в Буэнос-Айрес. Я не переезжала конкретно в Аргентину. Я переезжала в Южную Америку. То есть это более такое вот что-то расширенное понятие. Поэтому поймать чувства дома здесь мне было намного сложнее. И первые пару месяцев я чувствовала себя здесь не очень комфортно. С третьего месяца я уже начала путешествовать по Аргентине. И первое путешествие по Аргентине у меня было в правильное для меня место. Я попала туда, где мне было очень комфортно. Мне там очень понравилось. А путешествие это было у меня ускоренного плана, потому что мне нужно было там в 10 дней закруглиться. То есть я на машине. У меня это было путешествие с Буэнос-Айреса на машине до самой границы с Боливией. То есть это более 2000 километров. Я проехала. Боже, сколько же провинций-то я проехала. Провинций 7, наверное, как минимум. Сейчас уже не помню. Везде нужно было останавливаться на ночёвку, смотреть города и так далее. А вернуться мне нужно было из-за вопросов с миграционной службой. Поэтому вот никак как бы я не могла растянуть. Я в некоторых городах для себя поставила меточку. Вот сюда при первой же возможности я буду возвращаться снова и снова, потому что мне здесь нравится. Я здесь себя классно чувствую. И я хочу лучше узнать это место или этот город. И потом, чем больше я путешествовала по Аргентине, тем больше я понимала, что, блин, какая же это классная страна. И уже в предыдущем видео я говорила о том, что я начала ловить этот вайп, чувство себя как дома. Да, он у меня не в Буэнос-Айресе. Он у меня в других городах. Но пока я живу, остаюсь в Буэнос-Айресе, поскольку, ну, прежде всего, это работа. Во-вторых, я объездила только половину провинций, которые находятся на территории Аргентины. Да, в Аргентине 23 провинции, я, по-моему, 12 уже посетила. И в некоторые прям выезжала по несколько раз, потому что в разные точки. И за исключением тех случаев, да, которые там с туристами я куда-то возвращаюсь снова и снова. Это другой случай. А тут именно были провинции, которые так в этот раз я еду. А в эту часть провинции в следующий раз еду в другую и так далее. Потому что некоторые провинции настолько огромные, и в них столько всего интересного, что хочется туда возвращаться, познавать другие места. И еще у меня есть такая фишка. Я в одном путешествии не хочу смотреть очень много. Я не хочу смешивать эмоции, чтобы потом, когда возвращаешься домой, у тебя была каша в голове. Я понимаю, моих туристов, которые приезжают там за 10, за 15, за 20 тысяч километров сюда, это один вопрос. Тогда, конечно, они хотят увидеть по максимуму и делают за одно путешествие объезд очень большого количества разнообразных мест. Это оправдано. А когда вот ты живешь уже в стране, то можно как-то размеренно, шаг за шагом, познавать новые места, оставаться там не просто, чтобы как приехал, и вот ты мотаешься с утра до вечера по разным местам, берешь экскурсии, как это я люблю делать, да. А где-то нужно остановиться и прочувствовать это место, прочувствовать этот город. Вот в каждом путешествии давайте себе такой один хотя бы день, как минимум, лучше два-три, чтобы вы остановились и вошли в ритм этого города. Тогда вы его лучше сможете понять, и, возможно, когда-то он станет вашим родным городом, вы переедете, будет там жить, потому что там вы себя чувствуете лучше. Вот именно для этого нужно путешествовать. Во-первых, вы расширяете свой кругозор, вы уже совершенно по-другому смотрите на эту страну, и, возможно, вы найдете для себя место, где вам лучше, чем там, где вы сначала приехали. Поэтому, кстати, я всегда на своих консультациях, когда там люди что-то спрашивают или консультации заказывают, я говорю, когда приезжаете в страну, особенно для Испании это было более актуально, чем для Аргентины, хотя в Аргентине тоже, никогда сразу не покупайте жилье. Поживите год, попутешествуйте, прочувствуйте эту страну и найдите, самое главное, свое место. У меня, кстати, в Испании очень часто такое встречалось, что туристы, которые ко мне приезжали из других регионов Испании, зачастую это из Барселоны, мне говорили, блин, а зачем мы купили, сразу поспешили купить там дом или квартиру в Барселоне? Оказывается, в Испании есть намного более интересные места. То же самое с вами может произойти абсолютно в любой стране, да, как бы кто-то где-то не нахваливал какой-то регион той страны, куда вы едете. Очень часто я вот это вижу, что люди выбирают себе место для эмиграции по чужим рекомендациям. В принципе, с одной стороны, это нормально, да, хотя, конечно же, лучше, если позволяют средства, то сначала побывать как турист в этом месте и только после этого принимать решение о переезде. Это более как бы продуманная эмиграция, но не у всех бывает на это средство, и это тоже нужно понимать. Но даже если вы приехали в эмиграцию после предварительного путешествия в это место, да, вот куда-то съездили, вам понравилось, все, вы сюда переезжаете, не спешите сразу покупать дом, попутешествуйте по стране. Возможно, вы найдете что-то намного интереснее, чем вам это сразу казалось, или чем вам там порекомендовали старожилы, которые зачастую просто из своего даже квартала не выезжали и вот начинают его рекламировать. Потому что у каждого человека в этом мире есть свое место, и не одно. Выберите свое. И пусть у вас обязательно там возникнет вот это чувство дома, но над этим нужно работать. На этом сегодня у меня все. С вами была ваша Елена Вивас. Всем пока-пока.